Снова здравствуйте! Вы на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим еще одни огурчики на зиму. Этот рецепт у нас без уксуса. Рецепт достаточно простой, вкусный. Любой с ним справится. Огурчики получаются хрустящие, немного с остринкой. Хотя остроту можно регулировать по вкусу. Давайте готовить! Нам понадобятся, конечно же, огурцы, горький перец по вкусу, листья смородины и вишни, листья хрена, зонтики укропа, чеснок, соль, сахар, душистый перец горошек, перец черный горошек и лимонная кислота. Как подготавливать банки и огурцы я показывала в прошлом видео. Сегодня не буду повторяться. Ссылочку оставляю внизу в описании. В подготовленной стерильной банке раскладываем душистый перец горошком. Примерно по 2 штуки. 3-4 горошины черного перца. По 2 зубчика чеснока. Если очень крупный, то разрежьте его вдоль. Добавляю по одному листочку вишни. Пару листиков смородины. Конечно, это же все нужно промыть тщательно холодной водой. Также на низ укладываем зонтики укропа. У меня крупный, поэтому я делю на несколько банок. И хорошо промытые листья хрена. Черенок необходимо разрезать на несколько кусочков. Затем мы его вставим между огурцами. А листочек сворачиваем. И также укладываем аккуратно на дно банки. В подготовленных огурчиков отрезаем попки. И укладываем их вертикально в банки. Как можно плотнее друг к другу. На одну такую литровую баночку примерно уходит около 500 граммов огурцов. Небольшого размера. Если огурцы вы не будете вымачивать, то в конечном итоге они впитают тот маринад, которым мы их зальем. Поэтому вымачивают не только для того, чтобы они были хрустящие, но и для того, чтобы количество жидкости в банке не уменьшалось и огурцы хорошо хранились полностью в маринаде. После того, как мы разложили первый слой огурцов, в промежутки вставляем палочки хрена. И укладываем уже второй ряд огурцов. Не вертикально, а горизонтально. Если огурцы крупные, их можно разрезать. Теперь сверху еще немного укропа. По вкусу добавим горький перец. И еще сверху укладываю лист смородины. Огурчики заливаем доверху кипятком. Обязательно накрываем стерильной крышкой и оставляем на 10 минут. Спустя 10 минут надеваем сверху крышку с дырочками, вот такая специальная. Если такой нет, можно сделать в обычной полиэтиленовой дырочке и также ее использовать. Сливаем воду в кастрюлю. Огурчики снова накрываем крышкой. Двойная заливка нужна для того, чтобы огурчики быстрее и лучше прогревались. Вода закипела. Этой водой снова заливаем огурцы на 10 минут. Не забываем накрывать крышкой. Тем временем подготовим маринад. На литр воды нам понадобится 1 столовая ложка соли и 2 столовых ложки сахара. 1 литр воды примерно хватит на 2 литровые банки. Необходимо закипятить маринад, дождаться пока полностью сахар и соль растворятся. При второй заливке банки очень хорошо прогреваются, поэтому лучше используйте перчатки. И всю воду я уже сливаю в раковину. На литровую баночку добавляем 1 третью лимонной кислоты. И сразу же разливаем горячий маринад. Как только маринад закипит, дайте ему хотя бы минуту, чтобы он немножко отстоялся, потому что в соли всегда присутствует осадок. И уже чистым маринадом заливайте огурчики. Всегда под рукой нужно иметь кипяток. Если вдруг вы неправильно рассчитали маринад, и вам не хватило в банке 1-2 столовые ложки, то можно долить обычный крутой кипяток. Таким образом, ваша баночка будет полная. Ну что ж, осталось баночки плотно закатать. Очень аккуратно, от себя переворачиваем баночки. И проверяем плотность крышки, чтобы нигде у нас не бежало. В таком перевернутом виде оставляем баночки под одеялом до полного остывания. Хранится такая консервация и в квартире, и в подвале. Но с добавлением лимонной кислоты огурчики начинают менять цвет. Постепенно это вот можно видеть. Удачных вам заготовок! Не забывайте подписываться, впереди еще очень много интересного. Спасибо за добрый и позитивный комментарий. На этом у меня все. До новых встреч! Пока!